Сегодня следующая тема, следующая проповедь «Между жизнью и смертью». Каждый раз, когда я готовлюсь, я молюсь, ищу Бога, ищу Его понимание того, как бы Он хотел нас в следующую среду вести. И я верю, что сам Дух Святой помогает понять те мысли и направления, которые необходимы, чтобы нам поразмышлять, и чтобы я мог поделиться этими мыслями. Поэтому я ожидаю, что это учение, оно впоследствии, если Бог позволит, перерастет и в книгу. Я знаю, что сейчас это дублируется по телеканалу «Вера-24». Началась эта серия проповедей с небольшим опозданием, потому что вы первые получаете информацию. Молюсь, чтобы это помогло многим семьям, как уже состоявшимся, так и начинающимся, или которые начнутся прожить долгую и счастливую жизнь во имя Иисуса Христа. Может быть, не как в сказке, в сказке все коротко, но как в жизни. Итак, между жизнью и смертью сегодня наша с вами тема. Такое выражение, если вы читаете анонс, я писал в анонсах, что такое выражение можно встретить по отношению к абсолютно различным ситуациям. И, соответственно, формулировок дополнений к этому также много. Место, которое я возьму за основание, от которого начну проповедовать, и дальше поделюсь с вами тремя основными мыслями. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Сегодня я хочу поделиться сбалансированным восприятием вот этой реальности между жизнью и смертью в семейной жизни. Потому что наша основная задача поговорить о семьях, но это, возможно, применить и к другим формам взаимоотношений. Я имею в виду общественным формам взаимоотношений в церкви или в дружбе или в каких-то других. Но основная цель – семья. С того момента, как произошло грехопадение, наша природа стала противоречивой. Она буквально в себе соединяет как потенциал жизни, так и потенциал смерти одновременно. И мы постоянно балансируем. У нас постоянно такая задача. Каждый день в жизни нам надо сбалансировать себя так, чтобы жизнь оставалась жизнью и не перешла в смерть. Для этого мы с вами дышим, ходим, остерегаемся каких-то опасностей. Надеюсь, поворачиваем голову вправо и влево, когда переходим дорогу, кушаем и пьем правильные напитки и правильную еду кушаем. Поэтому мы постоянно балансируем, скажем так, стараясь максимально отодвинуть эту точку невозврата, где биологическая жизнь прекращается, и мы переходим в некую новую фазу духовную, для нас открытую Словом Божьим, но до конца все равно неведомую, потому что даже апостол Павел говорит, до конца я пойму там, когда уже туда приду. Итак, давайте сегодня поговорим. Моисей в тех стихах, которые я вам прочитал, он предлагает такое понимание жизни и смерти во взаимоотношениях через наше решение. То есть буквально он говорит, что ваше решение определяет, на какой территории вы сегодня будете. Вы будете сегодня пребывать на территории смерти или сегодня вы будете пребывать на территории жизни. Итак, первая мысль, которую я хочу оставить и посмотреть более расширенно на нее, это из смерти в жизнь. Так бывает, что не всегда наши решения соответствуют платформе жизни. Нам бы хотелось, нам бы очень хотелось, чтобы все наши решения были правильные, адекватные, которые помогают нам сохранить себя в благословении и жизни Божией. Но, будучи честными, мы можем признать, что мы ошибаемся. И время от времени наши ошибки, они переводят нас из состояния жизни в состояние смерти. Ни буквальной, ни физической, но в определенных отношениях мы можем переживать смерть. В определенных направлениях, в определенных достижениях, в определенных процессах мы можем ощущать и видеть, что прекращается вот этот вот прогресс, прекращается движение, что и определяет жизнь. Потому что, если написано «Вера без дел мертва», то движение или активность, она проявляет жизнь. И когда у нас в каких-то взаимоотношениях, служениях, работах, процессах нашего внутреннего возрастания происходит такая регрессия, остановка, то мы можем сказать, что да, мы допустили какие-то решения, какие-то ошибки, в результате чего мы вышли вот в этой платформе, в этом контексте, не полностью, не целиком, но вот в этом контексте мы вышли из состояния жизни и пребываем где-то на территории смерти. Причем это иногда люди живут целыми годами. Когда ты разговариваешь с человеком, а он в депрессии, находится уже продолжительное время. Из-за того, что где-то человек сделал ошибку, допустил неправильные вещи, пошел неправильными путями, в результате перешел из жизни, и эта область у него, она омертвела или у нее омертвела. Так бывает и в семье. Целые области семейной жизни могут быть в омертвении. Причем другие могут быть более-менее даже в нормальном состоянии. Моя цель и мое желание, чтобы целиком наша жизнь была в благословении. И, как я уже сказал, первая мысль – это из смерти в жизнь. Итак, если мы сделали какие-то ошибки, мы допустили какие-то промахи, и в результате чего перешли на территорию смерти, как нам вернуться обратно в жизнь, и как нам помочь тем, кто рядом с нами, вернуться в жизнь. Потому что, если мы говорим о семье, задача усложняется. Пока вы одни, вам надо только себя перетянуть на это. А когда вы вдвоем, вам надо как-то согласиться и в единстве туда зайти. Конечно, книга «Бытие», она открывает нам первичный этот переход из жизни в смерть, когда человек, Ева и Адам, они делают грубейшую ошибку, они входят в непослушание, они вкушают от плода познание добра и зла, это приносит смерть. И вот они на территории смерти. Буквально они еще не умерли, буквально они еще живые. Но точно так же, буквально, они уже находятся на территории смерти, и она постепенно больше и больше берет над ними власть и влияние. Книга «Бытие», 3 глава, 20-21 стих. «И нарек Адам имя жене своей Ева, что звучит или переводится как «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих, и сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их». На первый взгляд может показаться парадоксальным поведение Адама, «Точнее, его решение». «Ведь Ева принесла смерть». Вообще, если вы читаете дальше Писание, особенно в Ветхом Завете, много, когда имена детям мамы давали не мудро, они давали событийно. То есть происходило событие, и мама давала ребенку такое имя, которое становилось клеймом на всю его жизнь. Она его в горе родила, так и назвала. Она его в боли, так и назвала. Она в такую эпоху родила, ну вот пусть так и живет, как вот в какой эпохе родился. Но в данном случае, когда мы смотрим на Адама, то, что он делает, это не совсем понятно, если не подходить к этому с откровением Святого Духа и уже пониманием нашей евангельской веры, веры в Евангелие, в благого Бога. Как бы вы на месте Адама назвали человека рядом с вами, который принес вам смерть, который буквально вас отравил, помог вам, скажем так, отравиться? Как бы вы назвали этого человека? Он сделал или она сделала рядом с вами грубейшую ошибку в жизни? В результате этой ошибки она или он подвели всю семью в состояние краха и кризиса – финансового, душевного, духовного взаимоотношений. Вот Ева, она контактировала с дьяволом. В результате ее действий это передалось и инфицировало и Адама. А Адам называет, смотрит на нее, это уже после этих событий, которые произошли с ними, они уже на территории смерти. А Адам смотрит на нее и называет ее жизнь. Вот вызов для нас, как перейти из смерти в жизнь. Если мы поймем и увидим ту мудрость, которую проявляет Адам, слава Богу, мудрость не так быстро таяла, как благочестие. Он был совершенным, и мудрость у него была. Он поступает... Я не напрасно прочитал вам два стиха. В первом, где Адам называет свою жену Евой жизнью, а второй, где Господь делает Адаму и жене кожаные одежды. Потому что это очень схоже. Если бы Господь не сделал для Адама с Евой кожаные одежды, они не смогли бы покрыть стыд. Я уже сейчас нет времени, чтобы я много вам говорил об этом, о той жертве, о крови, о смерти, которую приняло невинное животное, а впоследствии принял Сын Божий Иисус Христос, чтобы восторжевавствовала справедливость. Я сегодня буду больше говорить к душе, наверное, а не к духовному событию. То, что сделал Господь, Он покрыл стыд человека. Он покрыл его наготу. Он позволил им не сталкиваться с тем, что буквально ранило их глаза, когда они смотрели друг на друга. Им было больно, им было стыдно от этого. И Господь это покрыл. То, что сделал Адам со своей женой, которая принесла ему от дьявола подарок смерть. Он говорит, ты не смерть, ты жизнь. Он покрывает ее именем, не соответствующим ее поступку. И это трудная задача для нас, гордых, эгоистичных людей, потому что чьи-то проступки оправдывают нам, помогают как бы поднять себя на фундаменте вот этих вот ошибок. И когда человек рядом с тобой ошибается, а ты его называешь антиподом его ошибки, то есть ты говоришь то, что не соответствует его действию, и покрываешь его поступок, ты поступаешь очень мудро, если это относится к тем людям, которые близки к тебе. Вот эти событийные имена, когда мы их начинаем приклеивать к человеку, она ошиблась, он ошибся, что-то проявили какое-то несовершенство, сделали как-то неправильно, да, он у меня безрукий, да, она у меня бестолковая. И когда эти имена, извините, что я так прямо говорю, но вы, может, это слышали? Когда эти имена приклеиваются, они становятся таким оттиском. И любая последующая ошибка, не специальная, случайная, этот оттиск сразу же на нее происходит. То есть ты уже заклеймил человека рядом с собой, и имя, которое ты ему приклеил, оно всякий раз всплывает, когда этот человек рядом с тобой даже минимальную какую-то делает шероховатость, ошибку, это имя на нем всплывает. Поэтому Адам не хотел жить с женщиной по имени смерть. Он хотел жить с женщиной по имени жизнь. Почему мы иногда позволяем себе, самим, охарактеризовать человека, рядом с которым мы живем, служим именем, и мы не хотим потом жить с этим человеком? И мы как бы сами себя в этом понимаем. И люди докатываются до крайней формы, они разрывают отношения. Почему? Они сами дали имя, они это имя не полюбили, и через время сказали, а я с этим именем жить не хочу. Зачем было давать это имя? Адам так не поступал. Я себе записал такую аллегорию, что вот такие событийные, негативные имена, они загоняют свою жертву, жертву в кавычках, в тупик взаимоотношений. И эта жертва, все, что ей остается, это агрессивно каждый раз защищаться. Там уже не идет речь о исправлении, о выравнивании. Там просто идет попытка сохранить свою жизнь. Поэтому то, что на первый взгляд может показаться парадоксальным, когда Адам дает своей жене имя, жизнь, это не парадокс, это мудрость, которую нам нужно приобретать. Очень поучительная история в этом контексте из книги «Чисел». 16 глава, 45 по 48 стих. Господь разговаривает с Моисеем Аароном. Это после возмущения Корея. Корея и его соратники погибли, потому что они хотели вознести Богу всесожжение, воскурение, не имея на это полномочия от Господа. И через время народ восстал и сказал, что Моисей и Аарон это люди, которые хотят уничтожить народ и хороших людей из-за них. Они лишились. И вот Господь разговаривает с Моисеем и Аароном вот в этом состоянии бунта. Отсторонитесь от общества сего. Я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону, возьми-ка дильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа. И началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. И стал он между мертвыми и живыми. И поражение прекратилось. Очень поучительная история. Вообще, если бы Моисей, я не знаю про Араона, много как бы о нем положительного не пишется, кроме того, что он доверялся Моисею и старался делать то, что он говорит. Но Моисей, когда он был в этой ситуации, разве нелегко было отступить? Сказать, хорошо, Господь, ну, кто будет противоречить воле Твоей? Как быстро мы отказываемся от людей, если мы считаем, что что-то в их жизни начало происходить как наказание за то, что они что-то сделали против нас? Еще раз повторить вам. Как быстро мы отказываемся от людей, в жизни которых начинает что-то происходить, похожее на наказание за то, что они сделали против нас? Ведь эти люди, они выступили против Моисея и Араона. И наказание, гнев Божий, который вышел, он вроде же справедливый гнев за то, что эти люди делают против помазанников. Когда в семье происходит конфликт, и особенно, если на территории семейных взаимоотношений кто-то понимает, что он прав, а кто-то не прав, и у того, у кого тот, кто не прав, начинает что-то происходить, реакция того, который прав, фундаментальна для сохранения семьи. Моисей нисколько не медлил. Он не видел еще ничего, что происходит. Он знал Бога. Он знал Его святость. Он понимал, если сейчас быстро не отреагировать, будут такие проблемы, с которыми потом уже будет очень сложно вообще справиться. Когда мы в семье, когда мы что-то делаем, дети начинают бунтовать, дети что-то делают не так, родители, может быть, что-то не так делают, муж или жена, что-то происходит, и это выходит за рамки, и ты понимаешь, ты прав, и это не голословно, это реальность Слова Божьего, ты знаешь, что Божье Слово и Бог на твоей стороне, и начинается наказание, какие-то проблемы, или, не дай Бог, болезни, или еще что-то начинается у стороны, которую определяем как неправая сторона. У нас должна быть моментальная реакция, которая выражается ходатайством. То, что сделал Моисей, он посылает Аарона, и он говорит, нужно остановить поражение, буквально отделить то, что уже нельзя спасти, от того, что еще можно спасти. это мы уже исправить не можем, но это мы еще можем сохранить, поэтому между этим нужно благоухание, нужно священодействие, нужно служение. Когда в отношениях начинаются проблемы, очень важно как можно быстрее включаться в ходатайственную молитву. И здесь неважно, и сейчас я вам дам три знаменателя этого ходатайства, которые мы видим в этом отрывке. Неважно, это муж, жена, это родители или это дети, важно моментально реагировать правильно, не давать себе времени, ну пусть немножко помучается. Послушай, Бог не будет на твоей стороне. Если ты видишь, что приходят страдания, если ты видишь, что приходят проблемы, максимально быстрая реакция, входи в ходатайственное состояние, не смакуй чьи-то беды, Бог этому не радуется. И вот три знаменателя, которые в данном случае отделяют смерть от жизни, защищают, чтобы смерть не инфицировала других, прочих людей, дальше не распространялось, первое, Моисей посылает Аарона, потому что Аарон первосвященник. Священство, благодарение Богу и благодати Христовой сегодня распространяется абсолютно на каждого верующего человека. Так написано, мы царственное священство, аминь. Поэтому в данном разделе я не имею ввиду муж или жена, я имею ввиду верующий человек. Если ты человек, искренно верующий в Иисуса Христа, имеющий завет с Богом через водное крещение, принимающий причастие, хлебопреломление, ты священодействующий человек. И ты имеешь абсолютное право священодействовать или ходатайствовать, выступать с ходатайством. Поэтому в данном случае нету разделения на мужчину, женщину, детей или родителей. В данном случае мы говорим, если ты верующий человек. Потому что твой муж, жена, дети или родители вообще могут быть неверующим. Но если ты в кавычках Аарон, тебе надо идти и вставать между смертью и жизнью и защитить ваше будущее. Второе то, что говорит Моисей, это возьми угли с жертвенника. То есть не просто угли, не просто разожги огонь, возьми угли с жертвенника. Жертвенник, о котором мы сегодня говорим, это откуда вообще угли были на жертвеннике? Огонь с неба сошел. То есть это не был огонь, который первоначально зажгли священники из камня или из какого-то другого материала путем искрения или нагревания. Это был огонь с неба. Поэтому когда Моисей говорит Араону эти угли должны быть жертвенника, это были угли, зажженные небесным огнем. А мы с вами знаем, какой огонь сошел в день Пятидесятницы. Огонь Святого Духа. Абсолютно на каждого, кто был в той горнице, не только на апостолов двенадцать, которого там двенадцатого добрали путем жребия, но на всех, кто был в горнице, был что? Огонек, язык огня. И этот огонь с неба сошел. И сегодня я уверен, на каждом человеке, исполненным Святым Духом, на его жертвеннике есть этот огонь. И когда мы говорим, возьми угли с твоего жертвенника, у тебя есть что-то, что зажгло твое сердце. У тебя есть обетование, у тебя есть дары, у тебя есть слово, у тебя есть откровение, но что-то же в твоем сердце есть, что зажгло тебя в Господе, что не дает тебе остыть, что дает тебе, как бы, такое вот право продолжать священно действовать перед Богом. ведь что-то было в твоей семье, в твоих взаимоотношениях, может быть, пророчество о твоих детях, может быть, откровение о муже или о жене, может быть, какое-то открытие будущего, или какой-то дар, или совместное видение, но что-то же на твоем жертвеннике зажглось Богом. Возьми то, что Бог однажды зажег, чтобы от этого уже воскурить или поднять благоухание. И третий знаменатель это само благоухание, которое соединяясь с огнем углей на жертвеннике, оно остановило поражение благоухания в Новом Завете отражается познанием Бога. Это наше знание Бога. Когда мы говорим о том, что у нас воскурение или благоухание, это наше познание Бога. Когда ты зная своего Бога, ходатайствуешь за тех людей, которые рядом с тобой. А что мы знаем о нашем Боге? Он спас нас не по делам нашим, он спас нас по благости своей. Я знаю благого Бога. Я достоин был смертью, но он подарил мне жизнь. Я знаю милостивого Отца, я знаю Бога справедливого. Какого Бога знаешь ты? Твое познание о Боге, соединяясь с твоими откровениями, оно в молитве будет подниматься и это благоухание твоей молитвы, твоего заступничества, оно будет останавливать смерть и не давать смерти, переступать дальше в наступление. Но если ты будешь медлить, больше и больше будет погружаться областей во взаимоотношения в смерть. Поэтому мы говорим первую мысль из смерти в жизнь. Адам дает имя жене жизнь не событийное, а то, как он видит развитие их взаимоотношений. Второе, мы говорим о Аароне, который по справедливости мог бы бездействовать и смотреть, как наказываются за преступления против него, но он выступает заступником, как священник, имея угли с жертвенника и благоухания. Итак, если мы желаем переходить из смерти в жизнь в наших взаимоотношениях, было бы хорошо принять вот эти простые практические советы. Не медлите, поступайте быстро. Если на ваш язык какие-то имена пытаются пробиться, противостоять, противостоять этому. Когда написано, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу, на уровне вашего мышления ничего страшного, но если это сорвется с вашего языка, это будет страшно, поэтому пленяйте и не давайте вашему языку клеймить человека, который рядом с вами. Вторая мысль, в которую мы с вами углубимся, это преодоление. Преодоление. Каин убивает Авеля. Совместный проект рождает боль, терпит абсолютный провал. Они стоят перед предательством, насилием, которое косвенно было плодом их соединений. Я не знаю, что переживал Адам и Ева, когда они узнают о событии шокирующем, ужасающем. Один из их сыновей убивает другого. ужасное событие. Они стоят перед этим событием и я думаю, что в такие моменты разочарования настолько глубоко проникает в сердце, что человек стоит перед порогом отказа вообще от каких-то совместных действий. Это пугает, это отвращает, это отводит от единения. когда огорчение и боль стоят перед лицом и даже непонятно кого за это винить. Когда иногда в семье такое бывает, к большому сожалению, происходит выкидыш, то есть женщина не рожает, она не доходит до родов. И вот они вдвоем, они смотрят на это, кто виноват, кто прав, кого в этом обвинить, стоит ли кого-то в этом обвинять, а стоит ли еще пробовать, а может быть снова не получится. Бывают более сложные ситуации, когда дети рождаются с патологиями. Что делать с этим? Как с этим справиться? Как пройти дальше? Или как в случае Адама и Евы уже взрослые дети начинают делать безумие и ты стоишь и у тебя перед лицом это безумие и ты думаешь вот это наш совместный проект, вот это наши совместные усилия, вот это наш плод, до чего обратились, нужно ли вообще было все это? И когда такое происходит, важно вот эта мысль, на которую я вас сейчас останавливаю, преодоление. Очень важно преодолеть неудачные попытки жизни, совместные я имею ввиду попытки. Не то, что мы поодиночке пытались, а то, что мы соединившись начали делать, может быть не обязательно давайте уйдем от таких трогательных душевных моментов с детьми, поговорим о бизнесе, можем поговорить о покупке дома, можем поговорить о каких-то других вопросах, в которых мы делали, пытались совместно, но потерпели крах, нужно преодоление этого состояния. если это не преодолеть, мы, скорее всего, обвиним не тех и перестанем развиваться. Давайте посмотрим книгу Бытие, 38 глава, 11 стих. Это история Иуды, не из Кариота, а про отца одного из двенадцати патриархов. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей, по смерти двух сыновей своих, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой, ибо он сказал в уме своем, не умер бы, и он, подобно братьям его, Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Это очень темная история, которую не очень приятно проповедовать, но это правдивая история. У Иуды был первенец, там написано, он был неугоден, и он умер. Потом к Фомаре вошел Анан, который умер за то, что не хотел восставить семя. И Фомарь, что в первом и во втором случае, она вообще была ни при чем. Но Иуда, который смотрит, первый сын, женился, умер, второй вошел, умер, он говорит, а у меня один остался. И я не вижу, чтобы совместный проект нашей семьи вот с этой женщиной принес какой-то хороший результат, поэтому давай ее отправим к папе, пусть там живет спокойно, а потом потихонечку вот этого младшего сына за кого-то там на ком-то женим. История очень странная, но понять можно и тех, и других. И вот здесь нужно преодоление. Хотя все кажется, ну вот, все неправильно, все как будто бы неблагословенно, все как будто бы так, что вообще, как будто Бог вообще в этом во всем был, или мы сами все это напридумывали. И потом семьи встают перед таким словом неприличным развод. Почему? А у нас вместе жить не получается. Что значит вместе жить не получается? А голове с ногами у тебя жить вместе получается? только потому, что ноги до головы не дотягиваются? Когда мы с вами думаем о таких моментах, кризисных моментах и встречаем боль во взаимоотношениях или в каких-то совместных проектах, нам важно не отпускать руки, не разрушать единство, потому, что если мы будем как вот этот Иуда думать, эти мысли нас заведут в тупик, мы просто обвиним всех и всяких рядом с собой, а сами вот такие благочестивые, такие хорошие, такие правильные, но это не от Господа. Бытие 4, 25. И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому, что говорила, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Обновление в прощении и восстановлении характеризуется доверием Богу. Мы видим, что потеря Авеля, и там, может быть, нету целого романа между этими несколькими главами, но мы видим сердце Евы, когда она рождает Сифа. Сиф – это тот, через которого семя перешло до Христа Господа, который был истинным семенем Божьим. Когда она родила, мы видим, что у нее была эта боль, у нее были эти переживания, потому что Каин же еще остался жив в изгнании, но жив, а боль у нее оставалась, но когда она родила Сифа, она сказала не просто, что сына мне дал, а она говорит, о семени Бог дал мне семя. Она понимала, в Каине уже семени нету, он сделал то, что не может быть семенем в нем. Что такое семя? Опять же, нету времени, и так я уже проповедую 35 минут. Семя – это то, что благословлено небесами. Семя – это не просто генетический код человека, а это то, когда благословение вписывается в этот генетический код, и его оттуда содрать, стереть невозможно. Оно передается из поколения в поколение и несет в себе печать самого Бога. Поэтому, когда Ева говорит, он дал мне другое семени, конечно, она родила от Адама, конечно, она не Дева Мария, которая впоследствии взяла от Господа, когда Дух Божий сошел на нее, но она понимала, в этот момент произошло чудо восстановления. Их совместный проект был не напрасным. Их совместная жизнь была не напрасна. Они не просто нарожают детей. Бог, как обещал ей в пророчестве, если вы помните в книге Бытие, когда Бог говорил, семя твое, он обращался к Еве. И здесь она говорит, он его восстановил. Итак, завершая эту мысль, еще раз хочу подчеркнуть важность преодоления. Даже если у вас что-то не получилось с первого раза, даже если оно понесло на себе какую-то печать не совсем правильную, не спешите винить и жить в этой вине, своей вине, другого обвинять, преодолевайте, прощайте, доверяйтесь, повторяйте. И Бог будет с вами, Он восстановит семя для вашей семьи. Семя не просто вы нарожаете детей, а семя в том, что вы вдвоем исполните его волю, то, что перейдет из земли в небеса. Баланс – это последняя моя третья мысль, когда мы с вами говорим о жизни и смерти, точнее, между жизнью и смертью. Баланс. Бытие 2, 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут два одна плоть». Легко звучит, трудно к исполнению. Тело удивительно устроено, но при этом сильно зависимо от многих внешних факторов, которые могут стимулировать как положительные, так и отрицательные процессы. мы можем постоянно ощущать этот потенциал смерти, особенно сейчас, когда время технологии позволяет соприкасаться с новостями, с историями, и ты понимаешь, вдруг у кого-то возник рак. А как он возник? Клетки тела начали воспроизводить то, что они не должны. Они начали быть провоцируемые и воспроизводить процесс смерти внутри жизни. Когда я говорю о том, что нам нужен баланс, я не имею в виду сейчас правильное питание, я имею в виду, что нам каждый раз необходимо быть осторожными, особенно внутри взаимоотношений. Когда нам кажется, что мы твердо стоим, вот если мы возьмем себя как людей на двух ногах ходящих, и даже нам кажется, что мы твердо стоим, но если происходит какой-то толчок, земной толчок, твоя твердость теряется, потому что твой вестибулярный аппарат получает несвойственные для него сигналы, ты даже можешь упасть и можешь пораниться по той причине, что ты в какой-то момент потерял равновесие. Когда мы говорим о взаимоотношениях, очень важно понимать, этот баланс постоянно необходим во взаимоотношениях, это хрупкое равновесие, и к нему надо бережно относиться. В семье это не то, что мы уже 15 лет прожили вместе, ничего страшного, научились от сковородок и чего-то там отворачиваться, уже реакция есть, уже можем жить вместе, уже научились. Нет, вопрос не в том, сколько вы живете вместе, вопрос в другом, насколько вы бережно относитесь к тому, что вы имеете эти вообще взаимоотношения. Первое послание Петра, 3 глава, 6-7 стих. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитве. Апостол Петр, он показывает вот этот хрупкий баланс. Он показывает, что мужчина, он нуждается, чтобы его называли господином. У него есть своя хрупкость, у него есть свои тонкие черты, тонкие настройки. И если там начинать грубо, то ты будешь слоном в посудной лавке. Точно так же мужчина, когда он подходит к женщине, если он не подходит к этому, как к хрупкому и драгоценному сосуду, который нуждается в определенной похвале, в определенном комплиментах, в определенном внимании, настройки не совпадут. Настройки не совпадут, будет диссонанс, будет резонировать, в результате чего будет разрушение. Поэтому, когда мы говорим о балансе, Библия говорит об этом, она говорит, у вас, у каждой стороны есть хрупкие стороны, есть хрупкие черты, и вот к ним надо отнестись внимательно. Это не баланс, такой неизбежный баланс, что у тебя обязательно все будет всегда в порядке. Нет, завтра начнутся какие-то внешние процессы, и ты увидишь, что тяжело удержать этот баланс. Поэтому лучше заранее быть натренированными к этим событиям. Когда мы говорим о равновесии, я уже выше задевал это вестибулярный аппарат, который отвечает за наше равновесие, за координацию наших движений. Откуда он взялся? Он рос вместе с нами. Я не буду сейчас вдаваться в биологические его особенности, характеристики. Захотите, поизучайте. Сейчас интернет вам все позволяет изучать. Только держитесь вестибулярно, не надо до пяток тело изучать, особенно подросткам. Когда он растет вместе с нами, он учится вместе с нами, наш вестибулярный аппарат. Он учится, как реагировать на то, на другое, как делать первый шаг, третий шаг, как правильно падать. Учет тело вестибулярный аппарат. Конечно, я утрирую. Точно так же в семье, когда вы начинаете жить вместе, ваша координация, ваше равновесие, оно не настолько еще стабильное, и вам нужно возрастать вместе, вам надо приучаться вот к этим хрупким настройкам, чтобы вы могли вместе скоординировать. У нас же две ноги, и они как-то, ну, координируют свои движения. Две руки координируют свое движение. И это выросло. Это не так мы родились и сразу пошли и кушать вилкой с ножом стали. Мы росли к этому вопросу. Точно так же семья, она растет, она развивается. И если охарактеризовать одним словом, что бы я назвал в семейной жизни вестибулярным аппаратом, который поддерживает равновесие, который, если там начинаешь падать, руку протягивает, чтобы ухватиться или хотя бы упасть на мягкое место, чтобы без травм в дальнейшем все это было. Вот в семье вестибулярный аппарат это состояние мира. Состояние мира. И если мы не будем учиться поддерживать вот это состояние мира внутри семейных взаимоотношений, да и вообще внутри отношений, тогда у нас будет разбалансированная работа, которая в свою очередь будет приводить к большим и серьезным травмам. Мир я имею в виду не только как состояние души, то есть я не имею в виду такая способность абстрагироваться от всего, там дети сопливые что-то кричат, ползают, муж что-то ругается, а ты в абсолютном мире находишься. Я не об этом мире хочу сказать сегодня, я имею в виду это состояние ваших взаимоотношений, они сбалансированы, они скоординированы, вы понимаете друг друга, вы взаимодействуете, это я называю состоянием мира, то есть не только как способность не беспокоиться, но как способность сохранять и выстраивать взаимоотношения, если мы будем вот в этом себя укоренять, утверждать, учиться, возрастать, тогда наш вестибулярный аппарат будет натренированный и даже когда будут происходить какие-то внешние вмешательства, он будет способен отрегулировать и сохранить нас в равновесии. Евангелие Иоанна, 14 глава, 25-27 стих, Иисус говорит, «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Сила дипломатии, которую Христос принес с небес, она передана нам через взаимодействие со Святым Духом. Когда Господь говорит, «Я мир свой оставляю вам», Он не имеет в виду какое-то неосязаемое помазание. Вот ты приходишь сюда в церковь, в тело Христа, и вот что-то такое воздушное сходит на тебя, и у тебя появляется способность к миру. Если бы так было, я бы, честно говоря, мечтал об этом, чтобы мы пришли в церковь, и такие здесь умиротворенные, приобрели мир от Господа, вернулись домой с этим миром, да? Ну, подумайте, как это бывает. Или мир действует да и даже и здесь в церкви он не всегда. Я иногда прохожу по коридорам церкви, слышу некоторые разговоры братьев сестер и понимаю, то ли они еще до церкви не дошли, то ли мир работает как-то по-другому все-таки. Потому что нету какого-то такого чудесного влияния на нашу душу, которая попала в церковь и наполнилась как воздушный шарик миром, и пока не спустилась до следующего служения в этом мире ходит. Не об этом говорит Христос, Он говорит, что для нас очень важно сохранять способность к совету и действию утешителя, особенно в конфликтных ситуациях. В каком мире жил Иисус? Что было для Него миром? Послушание Своему Отцу. Его мир – это состояние баланса, взаимодействия между небесами и иногда абсолютно обезумевшими людьми, которые делали безумные поступки. Вот состояние мира Христа – это способность слышать то, что Отец говорит Ему. И в результате активного послушания Отцу Он был способен сохранять мир. И об этом Он говорит, я вам пошлю утешителя, то есть я вам пошлю возможность напрямую получать консультацию в этих и в тех сложных обстоятельствах. Знаете, когда страны находятся в конфликтной какой-то фазе, отзывают посла для консультации. То есть это определенный сигнал, определенная нота. Так вот у нас, когда конфликтные ситуации, если происходят во взаимоотношениях, нам точно так же нужно встретиться с нашим Господом, потому что мы Его представители здесь, на земле. И если мы говорим о муже и жене, если это два верующих во Христа Иисуса человека, то муж – это Сын Божий, а жена – это Дочь Божья. И они должны отозваться вот с этой общей территории и проконсультироваться со своим Господом по состоянию дел внутри того, где, внутри тех отношений, в которых они живут. Нам не, мы не должны воспринимать Духа Святого в данном случае, как слугу, который обязан обслуживать наши эмоции и делать их для нас комфортными. Дух Святой не должен класть тебя на диван, ведь дочь моя, сын мой, давай поговорим об этом. Я вижу беспокойство внутри тебя, я так хочу принести тебе комфортные чувства, твои эмоции обострены, но я сейчас послужу тебе. Небольшой сеанс со мною, и ты выйдешь отсюда как новая. Дух Святой так себя не ведет, когда Иисус говорит, я дам вам утешителя, он не имеет ввиду, что он даст слугу для наших эмоций, он имеет ввиду слово параклетос, греческое сильное слово, определяющее ведущего нас, консультирующего нас, советующего, который он способен заступать нас, но не он в наших делах, мы в своих делах, а он советует нам, как поступить в этих делах. Поэтому, когда мы входим в какую-то конфликтную фазу и говорим, Господь, ты мне нужен, мне нужен твой мир, он принесет тебе не просто состояние сердца, хотя и в этом его благодать действует. Я не хочу сказать, что нету благодати. Конечно, есть его сверхъестественный мир, который приходит в сложных ситуациях. это, знаете, когда тело, оно попадает в ужасную боль, оно реагирует, оно выбрасывает вещества и вводит тело в кому, чтобы человек не чувствовал, чтобы он не умер. Это называется такой шок от боли. Тело, вот наш организм защищает нас, оно вбрасывает эти вещества, чтобы сохранить жизненно важные органы. Вот точно так же вот этот сверхъестественный мир, да, он приходит. Когда мы находимся в шоковом состоянии, Бог может дать нам этот сверхъестественный мир, чтобы мы прошли сквозь эти состояния, но чаще всего он приносит нам совет в те взаимоотношения, в которых мы, может быть, вошли в конфликтную фазу. Другими словами, нам необходимо ожидать от Святого Духа не только понимания помощи для нашей души, а также направления и действия через наш Дух. Второе послание Фессалоникийцам, надежда прославления, пожалуйста, выходите. Третья глава, 16 стих. Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами. Вот хотелось бы вырвать этот стих из контекста второго послания Фессалоникийцам, повесить его, как мы часто делаем к себе, на стенку и верить всем сердцем, что так это и работает. Сам Господь додаст вам мир во всякое время, в греческом там более расширенный, во всяком месте. А если вы читали послание второе Фессалоникийцам, то выше стих говорит о замечании, на которое некоторых надо брать. Вообще там говорится о конфликте, который возник внутри Фессалоникийской церкви и выше апостол Павел в главе он старается разобраться с этим конфликтом и он дает один за другим советы, как нужно поступать. И вот этот стих, он является как бы финалом того, что выше Павел говорит и советует. То есть, если вы в послушании сделаете те советы, которые я вам выше дал, тогда тот мир, который вы ждете, он придет к вам. Так иногда семьи приходят на консультацию. Они приходят, ты искренне думаешь, что они пришли за советом, ты им советуешь, а их вообще не волнуют твои советы, они ждут чуда, уходят, ничего не меняются, приходят через время, говорят, а у нас ничего не изменилось, наверное, Бог нам не помогает. А что вы сделали? Ничего не сделали. А что вы тогда ждете? ведь в других вопросах мы же разве мы не просим Бога дать нам еду? Просим. Мы же не хотим остаться голодными. Мы ожидаем, что Бог даст нам благополучие, у нас будет еда. Мы что, приходим домой, садимся у холодильника, смотрим на холодильник и насыщаемся. и ты представил вот эти вкусы, пережил, желудок наполнился, потом эти вкусы представил, и еще и не толстеешь. Вот так сидишь перед холодильником, все чувствуешь, наполняешься и не толстеешь. мы просим у Бога благополучие, потом мы в зависимости от состояния нашего кошелька или принимаем это из ресторана по доставке или готовим сами, а потом еще прилагаем усилия, кушаем, получаем удовлетворение и отпадаем от стола, чтобы поразмышлять о Слове Господне. Мы действуем, если мы просим у Бога мир и не действуем по Его совету, мы не принимаем это, тогда не будет мира, не будет какого-то чудесного состояния, а именно в результате нашего активного послушания Слову Божьему и Совету Святого Духа приходит вот это состояние мира и благополучия в дома и семьи. Давайте встанем для молитвы, на этом я завершаю говорить и мы будем молиться. Так, напоминаю нашу тему, о чем мы с вами сегодня говорили, между жизнью и смертью. мы говорили, как нам с вами способными быть в том, чтобы соединить эти неизбежные знаменатели, которые есть, как бы мы от них не отрекались, они все равно есть, и нам надо научиться в этом жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!